вышли на прогулочку идем по набережной и есть баржа грузовая баржа хочу вам ее снять только что отобедали в ресторане старая пристань обязательно вам покажу что мы там откушали смотрите как красиво боже мой вид как открытка на закате по всей видимости здесь тоже летний ресторан кафе островский причал часы кстати показывают правильное время кафе островский причал закрыт около набережной такой какой-то неблагоустроенный не ухоженный сквер ну по крайней мере не создает впечатление благоустроенности разбитая парковка здесь несколько скамеек деревья такие как растут как раз тут где упали там упали в общем такое себе хорошо что он есть хорошо что здесь нет торговых киосков плюсы всегда можно найти но в целом вот такой вот вид дорожки пустые скамейки и деревья которые растут сами по себе качество асфальта я думаю что вы видите качество дорожек и это хочется сказать прямо на набережной около кафе островский причал вот такой вот здесь сквер сквер зиновьев за воротами в сквере расположен памятник известный умыслитель двадцатого века зиновьево вот он здесь уроженец костромской губернии участник великой отечественной войны почетный гражданин костромской области насколько мы поняли это здание университета все закрыто сквер в зиновьево не пройти в этом здании учился будущий маршал василевский это костромской государственный университет в таком здании располагается учебный корпус а 1 очень красивое здание а там вот дальше еще один корпус здесь видимо за сквером зиновьеву еще один корпус чем очень красивый корпуса костромского государственного университета в таких старинных зданиях и смотрите какое какая тут линия неровная забора все покосилось в разные стороны приятная аллея из сосенок молодых это видимо основной корпус главный корпус учебный костромского государственного университета выглядит вот так здесь тоже все в строительстве в реконструкции здание вот это вот красивое друзья мои идем вот не по главной улице костромы и конечно печальное состояние домов смотрите они какие старинные видите какие дома в каком они состоянии здесь вот частные дома и больше деревянные вот эти каменные дома конечно не очень красивые и дорога смотрите каким дорогам идут туристы насыпана галька ну что ж такую часть города нужно тоже смотреть это улица пятницкая кстати буквально метров сто и набережная реки волги а сейчас идем по улице островского асфальт здесь намного лучше дорога ближе к центру цветут деревья сейчас удачное время цветут деревья сирень огромная черемуха такие вот дома обожаю такие дома от них прям вид какой-то истории здание консистория главное здание 19 века а пошлите-ка зайдемте во двор дома островского 13 того самого дома где не помешало бы оштукатурить его посмотрим что внутри дворов даже самое интересное вот такой вот двор вот такой вот двор в центре города а здесь вообще разбито окно колонка то есть водопровода здесь нету людей вау смотрите здесь вообще рама упала там вероятно никто не живет но не удивлюсь если кто-то все-таки есть здесь живые цветы а следующий дом по улице островского вообще дал трещину дом на две половины разделяется трещит пошла этот дом жилой богомоловых 1820 годы охраняется государство всегда интересно заглянуть во дворы но не всегда это нравится жители этих домов но мы все равно заглянем такой вот двор тоже по улице островского притом примечательное есть место у здания такое ощущение что его переложили кирпичи она просто уже разваливается само собой был такой вот забор из кирпича и он вот наполовину уже кем-то разобран это вот театр кукол и за ним есть смотровая площадка сейчас я вам покажу вид со смотровой площадки за театром кукол вот такой вот вид открывается как вам каланчана реконструкции очень-очень жаль хотела посетить смотровую площадку но видимо не в этот раз ну значит приедем сюда еще а это вот дом островского мы сейчас узнаем что это за здание с такими барельефами красивыми и маленькие дверки здесь вот внутри а ну это музей военные истории костромского края и оружие из фондов костромского музея заповедника памятник архитектуры 19 века здание гаупт вахты 1823 года симоновского 3 сейчас гуляем по улице симоновского хочу вам показать что здесь находится смотрите льняная палитра магазинчик тоже инсталляция в витрине очень красивая окно витрина а на заднем фоне шляпки очаровательные очаровательнейшие куклы конечно оформление здесь тоже очень классная на этом месте был дом в котором родился федор волков великий артист основатель русского театра музей театрального костюма теперь здесь на улице симоновского дом 10 это симоновского 14 наверное да там похоже на теремок дом такой красивый деревянный прям как старинный терем а забор какой-то же красивый очень красивый а наличники какие еще дом конечно очень красивый так симоновская улице симоновс в этом доме в 60-х 70-х годах неоднократно останавливался и работал выдающийся русский живописец владимир федорович стажаров потрясающе здесь оформляют витрины конечно такая старина потрясающая смотрите а что здесь вот это я вообще люблю банк 1887 года можно разглядывать и разглядывать здесь вот тоже витрина товарами всякими разными представлена доходный дом третьякова они с 19 века это северные ворота все в реконструкции в этом здании сорок первым сорок пятых годах находилась старейшая стране ленинградская военно-инженерная краснознаменное училище ордена ленина богоявленска анастасий женский епархиальный монастырь смоленская часовня церковь построена в 1824 году преподобным макарием глухарем алтайским миссионером здесь смоленской церкви находится чудотворная смоленская фреска икона камерный драматический театр напротив находится напротив богоявленска анастасийного монастыря находится вот резиденция снегурочки здесь камерный театр как я уже сказал и резиденция снегурочки часовня святого мученика ванифатия по улице ленина находится рядом с таким вот зданием и вот с таким красивое старинное здание из красного кирпича вот же написано это казенный винный склад начал 19 начал 20 века вот и я иду сейчас и говорю что у нас чебоксарах примерно такого же плана винный склад был и тоже в таких же примерно годах а а сейчас это о к лвз костромской ликер водочный завод по всей вероятности и на обратной стороне вот такие вот жилые дома даже не знаю мимо некоторых домов проходим я думаю что никакие то не жилые очередные кадры костромского двора но здесь видимо какие-то офисы находятся в принципе не так уж это все выглядит устрашающе как на предыдущих улицах где даже мне не захотелось снимать здесь вот конечно полегче это все воспринимается а